В этом году живых елок и сосен на елочные базары отправили в два раза меньше, чем в прошлом. В прошлом году питомник Рашкова в Рыбницу и Террасполе отдал 2000 деревьев, в этом году только 1000. Что касается цен, елка дороже сосны на 100 рублей, сосна от метра до полутора за 200 рублей, а ель за 300. Яна Раховская с подробностями. Нахожусь я действительно в сосновом раю, я так назвала это место. А вообще это питомник Рашковского лесничества. И здесь 10 тысяч, мне сказали, сосен и около 1000 елочек. Сегодня здесь пилят елочки и сосны, которые отправятся на базары предновогодние. 200 сосен и елочек уже нарубили, они завтра отправятся в Рыбницу на базар. Ну вот несколько лет я снимаю репортажи в питомниках, и всегда одна и та же статистика, одна и та же картина. Сосны всегда на елочные базары отправляют больше, чем елок, потому что сосна популярнее. Она и дешевле, она и стоит дольше елочки, и она не так часто пропадает, как ель. Допустим, в этом году из-за засухи очень большая часть питомники елок погибла, просто потому что не было достаточно много воды, которая ей нужна. А вот сосны, пожалуйста, за моей спиной, как видите, все они пышные, все они зеленые, все они красивые, все они выжили. Спрос на живые сосны и ели за последний год так хорошо на самом деле упал, потому что вот нам сегодня рассказал директор питомника, что в прошлом году они отправляли на елочные базары около полутора тысячи и двух тысяч, а сегодня, точнее в этом году, они будут отправлять 500 тысяч максимум. То есть вот такая вот статистика, и связывают это с тем, что люди все-таки отдают предпочтение искусственным елкам, но не живым. В этом году нам буквально пару минут назад сообщили, что сосна от метра до полутора, самая такая актуальная, самая популярная, она стоит 200 рублей, елка на 100 рублей дороже, 300 рублей. Вот такие цены в этом году. Из питомника Рашковского лесничества Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.